Так как это учебные модели, поэтому на самом деле отлили вот такой вот с мягонькой, с искусственной десной. Вообще рабочие модели отливаются с более жёсткой, для того, чтобы можно было подработать её в лаборатории. Вот формирователи, вот они. Они бывают разные высоты, в зависимости от того, насколько глубоко у вас... Вот, ну вот же, вот видно. Вот на экране, не видно там? Это формирователи десны, да. Соответственно, как бы формируется лунка, да? Поэтому он так и называется формирователь десны. Всё, вот вы сняли, дальше вы снимаете слепки. Пришёл к вам пациент на слепки, вы снимаете слепки. В принципе, самый правильный протокол, на мой взгляд, это... Снимается закрытый... Если, конечно, там не одна коронка. Снимается закрытый слепок. Да. Снимается закрытый слепок. Закрытым трансфером снимается слепок, присылается в лабораторию. Дальше и в комплекте присылаются трансферы для открытой ложки. В лабораторию мы изготавливаем трансфер-чек. Для чего это делается? Для того, чтобы вот как раз вот проверить. Потому что все люди, всё может произойти. Вот вы вчера вот снимали слепки, да? Вот тяжело вывести. Мало ли что, мало ли какое-то смещение. Чтобы потом не переделывать всю работу. Проще сделать вот этот небольшой маленький этап. Да, это лишнее посещение. Это не какие-то незначительные деньги, но это важно. Потому что вы можете зафиксировать и в клинике, да, между собой соединить. Достаточно жёстко сделать. Но в принципе любые материалы, композитные или там все эти пластмассы, патно-резины, да, всё вот это вот, они имеют усадку. И что мы делаем в лаборатории? Мы вот отлив модель, фиксируем эти открытые трансферы, соединяем их между собой тоже вот каким-то материалом и делаем тоненький пропил. И делаем на них индивидуальную ложку уже вот, уже на эти трансферы. И присылаем в клинику. И дальше вы фиксируете во рту эти открытые трансферы. Вам остаётся только маленькое соединение, то есть усадка минимальная в итоге. И уже с ними снимаете слепок открытой, ну уже открытой ложкой, да, всё, слепок сняли. Дальше. Вот, на самом деле это вот тоже, это живые все. РТ просто специально взяли беззубую челюсть для того, чтобы было бы удобно на ней всё продемонстрировать. Все возможности, которые эта система имплантов даёт. Здесь нет трансфер-чека, здесь уже готовая модель. А вам нужен трансфер-чек? Ну я его никогда не видела, я поэтому и хотела увидеть, что это такое. Сейчас я вам покажу, что это такое. На самом деле это привычной своей лабораторной отверткой. Благо, возможности лаборатории всё-таки отличаются. У меня не полость рта, я могу брать большую отвертку. Вот. Вот они открытые, да, трансферы? Вот мы их прикручиваем. Ну вот, неважно как, неважно в какой позиции, да, вот мы их зафиксировали. Вот это во рту, да? Подставляем, что это... Я это на модели делаю, вот. У меня первая модель атлета, я вот это сделала, да? Я их соединяю, вот между собой они у меня будут соединены. Просто соединение будет. Из паттерна резины, вот. С маленьким бропилом. Вот это и есть трансфер-чек. То есть это жёсткая фиксация двух трансферов между собой. Естественно. Естественно, это нужно обязательно померить. И на них сверху сделана индивидуальная ложка уже под них. То есть фактически нужно сделать вторую примерку трансфер-чека. Не примерку, а снятие слепка рабочего. Да. Рабочее снятие, вы снимаете, первый слепок вы снимаете для того, чтобы... Это проверка того, что вы, понимаете, что правильно снят слепок. Потому что если где-то немножко у вас повело хоть один, вы будете переделывать всю конструкцию. Трансфер-чек, я говорю, он пропилен. Вы разнонаправленно не зафиксируете иначе. Вы получаете вот такую модель, на которой зафиксирован трансфер-чек и индивидуальная ложка в комплекте. Вы берете эти пациенту, примеряете, фиксируете. Ну а как, по-другому-то никак. Фиксируете, да, соединяете между собой. Потому что трансфер-чек, я говорю, он пропилен. Вы разнонаправленно не зафиксируете иначе. Это просто специально делается в лаборатории, чтобы компенсировать усадку. Наше соединение будет точечное. Мы просто соединяем. Делаем большую поддержку единого блока этих трансферов, которые у нас остаются в слепке при помощи индивидуальной ложки. Когда мы говорили о снятии слепков при помощи куриферных масс, они очень текучие, но очень точно. Они дают нам передачу позиций слизистой. Достаточно хорошо, но они текучие. Для того, чтобы снять ими оттиск, необходимо либо индивидуализировать стандартную металлическую ложку, которая, в принципе, не дает нам возможности снять слепки открытой методикой. Либо использовать ту ложку, которую я показывал, с открытыми звеньями. Либо снимается слепок индивидуальной ложкой. То есть так же, как съемный протез делается. Просто мы передаем позицию слизистой и позицию имплантов. Соединив трансферы между собой при помощи быстротвердящей пластмассы, мы создаем некий конгломерат, который остается в этом силиконе. Он является уже окончательным для изготовления новой модели рабочей. Все, мы отлили модель. В лаборатории сняли слепок, все хорошо, мы его получили, отлили модель. Вот у нас есть рабочая модель. Вот она, рабочая модель. Дальше мы делаем временные коронки. Особенно очень часто мы делаем при немедленной нагрузке, если нам присылается слепок после операции, и мы должны в течение очень короткого срока, максимум 7 дней, это максимально-максимально, а также желательно в течение трех дней, в общем, изготовить временную конструкцию, которая будет в дальнейшем не только нагружать, но эта конструкция еще и будет формировать как раз лунку, протезное ложе. Вот в этой системе у нас есть совершенно замечательные готовые стандартные заготовки. В принципе, если это одиночки, вы можете это сделать во рту, если вам это кому-то нравится, если кто-то это умеет, если кто-то это делает с удовольствием, у кого-то получается, кто-то делает хорошо. На самом деле, одиночки не так и сложно. Иногда доктора просят заранее присылать в лабораторию до операции модель, если это, опять-таки, одиночные, да, мы моделируем, делаем силиконовый ключ, и дальше уже вот можно брать тогда такую вот стандартную заготовочку, вот она вот такого вот плана, и тут уже у нее есть вот тоже сформированная, так же как на формирователях Дисне, вы можете зафиксировать во рту и на ней отмоделировать, обжать прямо по ключу, по силиконовому, который пришел из лаборатории, временную коронку. Это можно сделать прямо во рту. В принципе, достаточно удобно, потом срезается лишнее, и все. Если это мостик, конечно, вам это не сделать, тогда мы это делаем в лаборатории. Вот у меня вот есть мостик, вот такой временный. Причем мы специально взяли красную заготовочку, чтобы было видно, где основа, где пластмассу наслоили. Здесь белая, на ней не очень это видно, а красная специально для того, чтобы вам было видно. Сейчас я вам это тоже все передам, чтобы вы посмотрели, чтобы вы увидели, как это все делается. И если вы на какое-то время отпускаете пациента, вот, пожалуйста, вот он, временный мостик. Человек ходит с зубами, у него там все приживается, у него там все формируется, все довольны, все смеются. Вы все можете контролировать. Если что-то происходит, какие-то изменения, это пластмасса. И мы все это можем...